Самая большая ошибка не исправлять своих прошлых ошибок, особенно для бойца. Приветствую вас летящие колени, с вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на путь королевы ММА Валентины Шевченко по прозвищу Пуля. Валентина Шевченко родилась 7 марта 1988 года в городе Фрунзе, столице Киргизии. С рождения родители прививали девчушки любовь к единоборствам, и это неудивительно, учитывая, что ее мама была президентом Федерации Муай-Тай в Киргизии. В 5 лет Валя начинает заниматься тэквондо под руководством Павла Федотова, который остался ее тренером на протяжении всей карьеры. Чтобы начать какое-то дело с нуля, до него сначала нужно дойти, а Пуля с детства проявляла огромный талант и начиналась с десятки. Уже в 12 лет она проводила свои бои против 17-летних соперниц, а в 15 она уже дралась на профи-турнире с 25-летней соперницей. Организаторам приходилось добавлять ей возраст, чтобы не шокировать зрителей. С 2003 по 2014 год Валентина 11 раз становилась чемпионом мира по Муай-Тай и 3 раза чемпионом мира по кикбоксингу Кай-Уан. Но она очень успешно комбинировала свои выступления по ударке с профи-рингом ММА. Порой мы видим многое, но не замечаем главного. А боец должен делать многое для победы и замечать недостатки противника. Валентина дебютировала на профи-ринге в 2003 году. За 3 года она провела 7 поединков и все выиграла досрочно, но затем сделала перерыв 4 года, выступая по Муай-Тай и вернулась в клетку в 2010 году в поединке против Лис Кармуш, который проиграла. Но это поражение дало Пуле новую мотивацию и цель. Шевченко проводит 3 успешных боя в Перу перед тем, как дебютировать в США на турнире Legacy против Ян Финой, который уверенно выигрывает единогласным решением судей. УФС не могло долго игнорировать такого бойца и контракт был подписан. 27 февраля 2015 года в Орландо на UFC on Fox состоялся дебют Валентины в топовом промоушене против Сары Кауфман. Это был очень непростой бой, который Пуля выиграла раздельным решением судей. Труднее всего человеку дается то, что дается не ему, так же и для бойца победа соперника. 5 марта 2016 года, Лас-Вегас, UFC 196. Напротив Валентины стоит нерушимая Аманда Нуньес. Это бой, который ждали многие и ожидали от него еще больше. Три раунда рубки закончились победой единогласным решением судей в пользу Аманды. Уже через три месяца, 23 июля 2016 года, в Чикаго на UFC on Fox, Пуля встречается с любимицей американской публики Холли Холм, которая уничтожила непобедимую Ронду Роуз. Субтитры создавал DimaTorzok В тяжелейшем 5-ти раундовом поединке Валя одерживает победу единогласным решением судей. 28 января 2017 года, Денвер, UFC on Fox, соперник Джолиана Пенья. Бой за право выйти на чемпионский поединок. И этот шанс Шевченко не упустила, одержав победу во втором раунде рычагом локтя. Очевидное, редко бывает истинным, а реванш часто заканчивается хорошо. Но не всегда. 9 сентября 2017 года у Пули появилась возможность поквитаться с Нуньес за досадное поражение, а заодно и забрать себе пояс чемпиона в легчайшем весе. Субтитры создавал DimaTorzok Но после 5 раундов суровой рубки судьи решили иначе. С чем Валя была не согласна. Но желание бойца поражение не отменяет. Если человек знает, чего он хочет, он или много умеет, или мало хочет. А Валя точно умела много. Но после таких досадных поражений решила перейти в наилегчайший вес. В дебютном бою против Пресцилы Валя показала выступление вечера и задушила соперницу во втором раунде, что позволило ей выйти на второй поединок в новой весовой в качестве претендентки на пояс. 8 декабря 2018 года в Торонто на UFC 231 зрители стали свидетелями невероятной зарубы двух великолепных бойцов Валентины Шевченко и действующей чемпионки Йоанны Энджейчик. После пяти ярких и кровавых раундов рубки судьи единогласным решением отдали победу Пуле, что сделало ее новой чемпионкой UFC в наилегчайшем весе. Воспитанный мужчина никогда не сделает замечание женщине, несущей мешок цемента, а здравомыслящий мужик никогда не будет делать замечание по технике чемпионки UFC. Забрав себе пояс, Валя надежно его спрятала под матрасом и уже никому не отдавала, несмотря на то, что претенденток было немало. Она шесть раз защитила свое сокровище от посягательств стальных женских кулаков, проведя последнюю защиту 25 сентября 2021 года, нокаутировал Лорен Мерфи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, кто из дам в ММА вам нравится больше всего. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силой вы можете став спонсором канала даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке возле кнопки подписаться, увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к арме. Или поддержите канал любой суммой по ссылке в описании. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники в стиле муай-тай, а также посмотреть серьезные обзоры боев, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Или забирайте бесплатные видеокурсы также по ссылкам в описании. И не забудьте подписаться на телеграм-группу Движуха с Федоровичем, куда я даю полезные фишки и мотивирую. Благодарю за просмотр и настойчивость в тренировках. Движуха с Федоровичем,